Дорогие друзья, приветствуем вас на портале Экзегет. Пришел вопрос, зачем молиться за врагов и вообще, почему это нужно делать и как молиться за врагов. Конечно, все упирается в любовь. Любим были бы людей. Если мы человека не любим, то нам даже за того, кто не причиняет нам никакого зла, молиться не захочется. Но если мы человека любим и он причиняет нам зло, то мы за него переживаем, мы страдаем и мы просим Господа Бога, что он исправил этого человека, при этом терпим те страдания, которые он нам причиняет. Да, любить врагов это сложно, потому что мы опять же смотрим со своей человеческой позиции. Мы совершенно не учитываем, как Господь Бог к этому относится. Конечно, Господь Бог любит всех людей и, конечно, переживает именно за тех, кто погибает. И если мы христовы, как говорил апостол Павел, вы не свои, вы христовы. То есть, если мы принадлежим Христу, и, как говорил апостол Павел, у вас должны быть чувства не такие же, как у Христа, то, конечно, тогда переживать за праведников, что за них переживать? Переживать нужно за грешников. Если вы видите, как человек погибает и, в том числе, причиняя вам какое-то зло, переживайте за него, молитесь, Господи, пожалуйста, помоги этому человеку исправиться, желать ему добра. Поэтому сказано, не побеждая зло злом, побеждая зло добром. И еще говорит апостол Павел, благословляйте приклинающих вас, благословляйте, а не приклинайте. Но если мы себя любим и думаем только о том, чтобы все нам служили, чтобы служили нашему комфорту, удобствам, то, во-первых, вокруг нас будет всегда очень много врагов. Это именно с нашей позиции они будут врагами, потому что они лишают нас вот этого желанного комфорта, удобств. И, конечно, за них мы никак не сможем молиться, но если только за упокой. Так что, дорогие друзья, надо быть не своим, а Христовым и стремиться к тем чувствам, которые есть у Христа. Он уже сказал, Отец мой, благ и на злых, и на добрых. Вот и нам тоже нужно проявлять любовь свою и к злым, и к добрым. Тем более, кстати, награда будет Господа Бога именно за ту любовь, которую мы проявляем к злым людям. Потому что Христов сказал, какая тебе будет награда, если ты любишь только тех, кто тебя любит. Это делают преступники. Ну, братья и сестры, мы же с вами не преступники. Нет. Ну вот, так что давайте любить врагов. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.